Я обратился в взгляд инфо, зная, что эта организация помогает людям делать хорошее, делают хорошее и нужное дело. И я прямо скажу, что обращаюсь к председателю Следственного комитета Бастрыкиному и генеральному прокурору Краснову. Несколько слов о себе. Как вы уже знаете, я земледелец, крестьяне. Но крестьяне я, можно сказать, необычный. Имею звание профессор, имею звание академик, документ есть. И написал я 35 книг. Пацаны мои. Воюют. Мы сейчас находимся здесь в начале сооружения, где начинается эта велодорожка, идущая к парку покорителей космоса. В 19-м году меня вызвали в сельхозуправление и сказали, что по моему полю, по участку моему полю пойдет велодорожка. Ну, пойдет и пойдет, думаю. Вот. Нет, не в первый год я работал давно уже, с 90-го года на земле, и знаю все эти работы, которые производятся на земле и как производятся. В 20-м году действительно начались работы. Работы непосредственно начались у меня. Это в сентябре. Правда, я не находился здесь. Я был у дочери в Волгограде. Но меня предупредили, что работы начались. Когда я приехал, говорю, почему вы без моего разрешения берете землю? Ну, и вас предупредили, сказали. Ну, я не стал спорить. Просто мне пошел к адвокату, он мне сказал, напиши от своей руки письмо на имя прокурора, господина Климова. Вот. И пусть он сам решает, остановить ли работу или продолжать работу. Ну, я действительно сделал такое письмо, написал. Мне дали ответ с администрации такого приблизительного содержания. Государство имеет право по статье 56, пункт 2 и прочие пункты взять землю для нужд государства. Вот. Ну, раз прокурор не стыдно работать, ну, пусть работают. Работают они хорошо. Надо отдать им должное. Если мы так работали, мы бы давно Россию приукрасили, да, в сад превратили. Через некоторое время меня вызывает следственный комитет. И говорят, что на тебя заведено дело по статье 246 порча земной сверхозназначения. Я им говорю, как это я мог портить, как я мог это рыть. Я, мол, я еще с юмором сказал, может, лопаты коммунистического труда я вырыл. Это такие земли. Вот. Такие овраги. Ну, статья есть статья, значит, отвечать будешь ты. Я не стал спорить с ними. Думаю, пусть заводят. Я не делал это, потому что у меня нет ни экскаваторов, ни машины. А работал здесь, эту дорожку строили. Я вам скажу, машин 50. 10 экскаваторов работал. Вот. Четыре грефера, четыре бульдозера, четыре катка и два асфальтовкладчика. Мало того, что еще они взяли меня землю, три гектара, без нового разрешения. Вот. Подставили технику на этот, на эти три гектара. Вот. Завозили грунт, завозили щебенку, горны насыпали, завозили песок. Брали они, по-видимому, где положено брать. Ну, я думал, строят они, строят. Какое мое дело. Вот. Деньги я не брал за то, что они брали грунт. Хотя, знай, по проектной смертной документации, на меня, должны у меня купить. И взять деньги, и дать деньги. Но я подумал, что у меня, значит, служил в это время племянник в армии, внук в армии служил. Вот. Потом они ушли на фронт добровольцами. И внук ушел добровольцем, и племянник ушел, и взяли родича тоже добровольцем. Внук, внук, племянник ушел недобровольцем. Мобилизовали, призвали. Значит, допрашивали меня в течение этого времени. Вот. Скажем так, пять человек. Вот. Пять следователей. Никто, они не могут ничего принять решение. Вот. Или закрыть это уголовное дело. Или посадить меня, что ли, можно сказать так. Вот. В общем, так слышал я, что говорят, что он не копал. Копало государство. Платило государство. Вот. Техника была. Людей, государство навело специально людей, специально организации. Их там работало 16 организаций. Вот. Все, что я могу сказать. Ну, еще добавить то, что эти котлованы вырыли. Вот. У них вода сейчас пошла назад. То есть, заполняете эти котлованы. Мы на этом поле выращиваем овощи. В этом году приблизительно на этом поле вырастили за 500 тонн овощей. Это раз. Во-вторых, вода сейчас не заливает и не портит землю. То есть, она уходит, можно сделать пруды. Вот. Вот. Но они мне говорят, что я, якобы я нанес ущерб государству. Вырвы, вырвы эти ямы на сумму 165, по-моему, 1 миллион. И второй участок 30 миллионов. Ну, при всем желании, я думаю, что если там 0,7 гектара участок, он не может стоить столько. Потому что они брали землю, именно брали землю, шли по болоту. Там вековые деревья выросли. Ну, 30 лет, когда вода текла, и выросли вековые деревья. Тростник. Вот. Лягушки квакали там. Сейчас там на части участка работает, ну, сейчас нет, а летом работали люди. Выращивали овощи. Посадили гектар виноградника. Вот. Планируем посадить больше, но не знаю. Здоровья у меня уже нет. Прошу я генерального прокурора и председателя Следственного комитета разобраться в моем деле. Вот. Решить этот вопрос. Потому что я не копал. У меня нету экскаваторов и нет машин. У меня нету такой техники, чтобы подстроить дорожку. Эта дорожка приблизительно от моего участка идет на 18 километров. Вот. А тут, где мы находимся, приблизительно 20 километров, а то и больше находится, эта дорожка идет. По этой дорожке в период гагаринских дней ездят спортсмены. А летом ездят дети, взрослые, то на велосипеде, то на своих самокатах ездят. Ездят все туда, на гагаринское поле.